Здравствуйте, друзья! Это Посиделки с Александром Великим, главным фанатом Бионикл на Ютубе. На дворе 2024-й. Биониклов первого поколения нет, Биониклов второго поколения нет, конструируемых фигурок в том виде, в котором их создали слайзеры, в Лего нет. Но всего 10 лет назад всё было совершенно иначе. В самом начале июля 2014 года интернет потрясла фотография распечатанного черно-белого изображения стенда с некими коробками, на которых было написано Бионикл. Сразу предупреждаю, что слитые картинки буду замыливать, хоть и прошло 10 лет, потому что бережёного матаной бережут. Но в описании есть ссылки на соответствующие посты в блоге, куда я заботливо сохранял все картинки. Да-да, вон там, сначала ссылка на Бусти, а потом сразу список постов. А, ну ещё там между ним несколько ссылок на подкасты, ну разберётесь. Разумеется, как только появилась эта фотография, фанаты Бионикл сразу разделились на два лагеря, фейк не фейк. Причём поначалу первых было большинство. Это естественная реакция, особенно учитывая, что связь с человеком, который вынес этот листочек с зоны 51, имела небольшая группа людей, плюс изображение было не лучшего качества, как и фотошоп самого стенда, который как будто делали на скорую руку. Обычно на таких изображениях рисуют объёмные коробки, а тут использовали просто плоские картинки. Да и в целом новость казалась слишком хорошей, чтобы быть правдой, при том, что уже давно ходили слухи о новой серии конструируемых фигур в 2015-м. Очень быстро появилось второе фото, похуже качеством, на котором были показаны наборы и размеры их коробок, однако оно не убедило всех сомневающихся, а только подлило масло в огонь. Разумеется, был и поток поддельных утечек, качество которых разнилось от плохого до очень плохого, но для срачей и этого было достаточно. Кстати, если вы в них участвовали, пишите, под чьим флагом вы тогда выступали. Я уважаю позицию скептиков, которые призывали не предаваться празднованию преждевременно, чтобы сильно не разочароваться в случае, если фотографии всё же окажутся фальсификацией. Но я довольно быстро уверовал, потому что Левок, администратор Ball Joint, сам поговорил с источником второй фотографии. Благодаря этому для меня ожидание новостей было скорее предвкушением, а не страхом разочароваться, пусть на 100% он и не ушёл. В поисках аргументов русскоязычные фанаты пристально следили за иностранным сообществом. Грега, разумеется, тоже спросили, как будто он мог ответить на такой вопрос. Основное внимание сконцентрировалось на Мизанаке и Ко, то есть подкасте ТТВ. Это те ребята, которые проводили конкурсы из прошлых выпусков Посиделок. Кстати, их подкаст в следующем году закрывается. В России тогда многие впервые узнали об этом проекте, включая меня, и доверие его авторов источнику фото, или точнее нескольким источникам, помогло заметно прорядить клан скептиков. Юзеры Росбионико активно обсуждали видео ТТВ и со временем пошли разговоры, что на нашем форуме тоже нужен подкаст. Про это были отдельные обсуждения, рассматривали создание подкаста и снизу, и сверху. В итоге, вдохновленные ТТВ, появились два подкаста. Тот, название которого, не без моей помощи, породило несколько страниц срачей. И, тадам, мои посиделки. Но до них был еще почти год. За посиделки. Чуть больше, чем за 10 дней, обстановка в обсуждении слухов на Росбионикле настолько накалилась, что затененный один из администраторов закрыл тему. Но уже через 7 часов я создал новую, потому что появились артикулы и названия наборов. Причем они появились не абы где, а на сайте российского, ну, нейм интернет-магазина. И в течение суток их оттуда удалили. Также интересно, что наборы на сайте были просто перечислены, для них не создавали отдельные страницы. Просто список, из ниоткуда. Но так как это все-таки магазин, а не аноним в интернете, названия наборов были восприняты всерьез, в том числе новостными ресурсами. Так что люди уже увереннее стали обсуждая грядущий перезапуск. Сопоставляли картинки и названия, пытались угадать сновые категории, роли в сюжете и так далее. Но наличие фактуры не избавило обсуждения от срачей, поэтому новую тему затененной тоже закрыл. Очень большие надежды были на Сомиксон Сан-Диего, который проходил в 20-х числах июля. Но там ничего связанного с Бионикл не было, что нас тогда сильно разочаровало. Но зато в конце месяца появилась новая фотография нового стенда, и в этот раз на него даже не пожалели цветной краски в принтере. Для наших жадных глаз это было ну практически как официальное изображение в HD. Добило всех открытие, что если в магазине Лего вбить в поиск слово Бионикл, выходит надпись «Скоро». Мне кажется, какие бы планы у леговцев не были, в тот момент уже можно было перестать мучить фанатов и выпустить пресс-релиз, про который я буду говорить чуть дальше. Август не отметился новостями, но это все равно был яркий месяц, потому что уже почти никто не сомневался в том, что Биониклом быть, и народ просто взахлюб делился своими мыслями о будущем серии и на радость охлепал мемы. В начале сентября всплыла иконка с маской созидания, которая предназначалась для обозначения серии в интернет-магазине. Это был первый взгляд на маску созидания в ее итоговом облике, а не в виде вот этого скримера. И вот в великий день 15 сентября появились предварительные изображения. Сейчас, по моим ощущениям, им не уделять такого большого внимания, а в те годы это был полноценный обязательный этап появления наборов. К тому же они дают возможность немного заглянуть до кулисы. Например, мы видим, что для оформления коробок использовали игнику. Очевидно, маска созидания тогда еще не была готова. Но почему не взяли скример, который в итоге даже использовали для упаковки полибега? Или еще одна любопытная деталь. Повелитель пауков-черепов был подписан Скул Крата, даже без удвоенной А. Всего через несколько дней после этого Лего наконец опубликовала официальный пресс-релиз, в котором объявлялось возвращение серии Бионикл, и было анонсировано посвященной этому панель на Комик-коне в Нью-Йорке 9 октября. Тут уже новости полились рекой. Это были и фотографии торгового каталога, и текст ответов на вопросы о возвращении серии для сотрудников, где впервые упоминалось название окота. И, конечно же, официальные изображения, которые, правда, появлялись по частям. Незадолго до Комик-кона, главный администратор Росбионикла Тахунува поделился новостью, что его, как одного из представителей русскоязычного сообщества фанатов Бионикл, пригласили на это мероприятие. Это было невероятно, и ощущалось как настоящее выражение признательности фанатам. Для Лего это не стандартная практика, и в тот момент прибавило очень много очков доверия создателям серии. Помимо самого факта уважения нас с леговцами, это означало и то, что нам не придется хватать информацию от западных партнеров, а у нас будет свой источник, буквально корреспондент с места событий. В предвкушении этого эпохального мероприятия эмоции переполняли всех. Мы жадно ловили каждую новую фотографию от посетивших его счастливчиков. Мы узнали про эксклюзивную прозрачную маску, про подход к созданию серии, про новые анимации, и даже посмотрели первую из них. Увидели наборы с новых ракурсов, рассмотрели головы и механизмы, нам показали маски из настоящего золота. Несколько дней мы переваривали эту информацию, но все еще только начиналось. Конкурс самоделок, обновление сайта, обзоры, журналы и много-много-много других новостей. Это было волшебное время. Я знал, что становлюсь свидетелем чего-то особенного, но все равно только с годами понимаешь, насколько же нам повезло наблюдать, как на наших глазах сбывалась мечта. Поддержать канал вы можете через Бусти или ВК Пончик, ссылки на предыдущие и следующие выпуски подкаста вы видите на экране. До новых встреч!